Книга открытым оком, 3 том, вопрос 1133, тема Святая Библия. Скажите, как объяснить большую с кожи текстов всех четырех Евангелий, а они писались разными людьми и в разные времена? Если не сохранилось ни одной фотографии Иисуса Христа, то как объяснить сходство большинства его изображений на иконах? Отвечает Игнатий Тихонач-Лапкин. Относительно четырех Евангелий, принятых в церковный канон, ответ дается в Новом Завете, 2 Петра 1.21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть авторство принадлежит одному лицу – Духу Святому. Ученики Христа многое забывали, даже при его жизни. Писание об этом говорит так. Тогда вспомнили они. Плохо, когда человек что-то забывает, но хорошо, когда забывает ненужное, сиюминутной важности, иначе наш компьютер давно бы сгорел от перегрузки. Сам Господь нас учит о многом забывать, как, например, о прегрешениях ближних против нас. Да и сам Он нам обещает, что многое нам не припомнит и забудет, если мы будем искренне любить Его. Исайя 38.17. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил души мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Христос обещал послать Духа Святого, который очистит память апостолов, и о ней напишут без искажения свои Евангелия и послания. Иоанна 16.8. Относительно изображения Иисуса Христа, нет ни слова во всей Святой Библии. Есть предания о нерукотворном образе Христа, есть древнейшие иконы, а позже были составлены каноны и иконописи. Христа узнают по еврейской одежде и по длинным волосам. Но если собрать все иконы, то следователи, криминалисты, почти каждый из них отлезли бы к новому лесу, настолько они пишутся небрежно, а иногда и преступно небрежно. Режиссеры, ставящие фильмы с участием Иисуса Христа, Ирода и Понтия Пилата, подбирают почему-то артистов, совершенно не похожих ни по лицу, ни по росту, ни по подходке, ни по разговору. Лично мне кажется, что самые удачные игровые образы были взяты в фильме Иуда Бен Гур и фильме Иисус. Если в житиях святых говорится, что ни один художник не мог изобразить красоты Февронии и других Агнец Божий, то что говорить о преблагословенной Преснодеве Марии, прекраснейшей Деве и о самом Творце Иисусе Христе? Вся их красота была внутри их, в их обаянии любви, милосердия к ротости. Если бы сегодня спросили, можно ли взвесить добро и зло, какое претерпел мир от изображения Христа, то сразу бы стало видно, что если бы изображения его вообще не было на земле никогда, верующие ничего бы от этого не потеряли, но избегли бы очень многих жертв ненужных. Субтитры создавал DimaTorzok